Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос, который вы задаете. Если вот вкратце, то у автора Екатерины несколько мужчин, с которыми она взаимодействует, и соответственно вот не знает она, кого выбрать из этих мужчин. Значит, смотрите, Екатерина, в первую очередь вы, скорее всего, не любите ни того, ни другого мужчин, ни одного. Вам очень важно здесь увидеть свои чувства к каждому из людей, каждому из мужчин, вот. И посмотреть, какие, значит, тенденции у вас к каждому из этих людей. Именно тенденции какие, то есть вот именно к чему вы стремитесь, взаимодействуя с каждым из, вот, людей, да, с каждым из мужчин. Смотрите. Значит, во-первых, 11 лет я встречаю с мужчиной. Пишите вы, он не женат официально, но женат с женщиной. Детей у них нет, она не может. Ну, смотрите, если вы 11 лет встречаетесь с женатым мужчиной, то очевидно, что вы к нему привязаны, у вас есть некая зависимость от этого человека. У вас есть также трудности с самооценкой, потому что вы, по сути, получается, готовы делить мужчину с другой женщиной. Вот, и как будто бы вот вы не видите, скажем так, саму себя, да? То есть вы видите себя только вот в контексте другого человека вы видите себя. Вот, вы пишите дальше, у нас не было всё, он мой первый мужчина во всех смыслах. Естественно, про нашу связь никто не знал лишь единиц. Ну, то есть вы вот, получается, 11 лет, да, тотально скрывались. Это определённый стыд, это, значит, страх. То, что вы выбрали себе вот такого мужчину в качестве первого, говорит, на мой взгляд, об импринте. То есть это такое явление, когда определённый образ человека, да, как бы запечатлевается в сознании. И вы видите его, ну, не совсем так, как на самом деле. Импринт вообще явление нормальное, вот, но судя по тому, что пишите вы, да, у вас оно может заразить, может заражать другие сферы вашей психики, да, и влиять на поведение. Я за всё время, пишите вы, на других мужчин не обращала внимания. Когда стала умнее, стала понимать из своих соображений, что ему не нужна, и стала ходить на свидание с парнями. Без интима и поцелуев, чьи-то симпатии. Ну, во-первых, что вы имеете в виду под «стало умнее»? Есть ощущение, оно прослеживается по всему вашему тексту, что вы вот в мужчине как бы сбегаете от чего-то вот в своей реальной жизни. То есть, понимаете, самое интересное в вашей ситуации то, какая вы без мужчин. Вот позиционируйте, представляете, воспринимаете ли вы себя вне контекста мужчин, а само по себе. Так, когда я ему рассказал, что хожу на свидание, последовала реакция ревности. А зачем вы ходили на свидание? И зачем вы ему рассказали? Ну, то есть, не кажется ли вам, что если вы ходили на свидание с нашим мужчиной, вам уже не интересен? Если он вам уже не интересен, вам логично с ним расстаться и просто начать жить дальше. Но вы этого не сделали. Вместо этого вы рассказали ему. Есть ощущение, что вы пытались просто ему, ну, ревность вызвать у него. Вот такая вот манипуляция получается, да? Он понял, что может меня потерять, и я и в ходе пошли речи, а ты видишь за меня замуж, а ты мне ребенка родишь, а ты будешь со мной как бы жить. Ну, манипуляции, и в ответ вы получаете ту же самую манипуляцию. Вот, кстати, в месте, где вы пишете про то, что он начал бояться вас потерять, есть ощущение, что вы сводите вот свою ценность к такому довольно узкому спектру элементов. И вот очень интересно, на чем вы выстраиваете взаимодействие с мышьями, да? То есть, ну, просто на чем? На основе чего? Какой фундамент? Мы, так, я была не против. Так, а как вы не против, если вы ходили на свидание вот с другими мышьями, да? Мы обсудили, что он решит финансовые проблемы, дела с землей, которые можно продать, и потом все будет. Его роль? Понятно. Какая ваша роль? То есть, почему он активный в активной позиции, а вы как будто пассивный? Прошло три года, ничего не изменилось. За эти три года я испытывала сильную симпатию к своему соседу, но мы не общались. А если вы испытывали сильную симпатию к своему соседу, то для чего вы находились с этим мужчиной в отношении? То есть, понимаете, здесь и далее речь идет о ваших потребностях, которые разные, и они же разные, связанные у вас с разными мужчинами. То есть, свои потребности, свои желания, свои определенные конфликты, внутренние, психологические, вы решаете за счет разных мужчин. Отсюда и такая ситуация. Вот, поэтому ключевое, что может сделать для вас психолог, психолог, это в первую очередь, в некоторой степени обособить ваше «я». Даже не изолировать его, а обособить. Чтобы вы воспринимали себя как самостоятельную единицу, а не как, ну, скажем так, участника отношений с мужчиной. Вот, вот как-то так, я думаю. Вот это тоже, что может сделать для вас психолог. Причины могут быть разные, начиная от, значит, там, страха остаться одной, да, и низкой самооценки, до желания чего-либо доказать и так далее. Но лично мне видится так, что вы как-то по жизни себя позиционируете, что вот я только с мужчиной. То есть, вот как будто бы вы от одного, да, мужчины к другому, вот, ваша энергия, она вот мечется только. Вот. А сами по себе вы не очень понятно, как себя видите вообще. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго.